Эквилибр, воздушные гимнасты, дрессированные собаки и клоуны. В этой программе нет ярких цветовых и звуковых эффектов. Старый русский цирк. Именно в такую атмосферу артисты труппы Санкт-Петербургского цирка Ченезелли погрузили зрителей. Программу, которую привезли в Сочи, посвятили итальянскому артисту Гаитана Ченезелли, основателю первого в России стационарного цирка, который в культурной столице страны работает с 1887 года. Конечно, хочется представить старый русский цирк, как он был на самом деле. Когда клоуны встречали зрителя, пожимали ему руки, провожали в зрительный зал. Не обошлось программе и без местного для сочинцев колорита. Кавказский танец под куполом цирка – такого на сочинском манеже еще не было. А от трюков четы эквилибристов перехватывало дыхание. Вообще, самому сложному цирковому жанру эквилибру было посвящено сразу несколько номеров. Одни балансировали на шарах, другие на катушках. Чудеса равновесия демонстрировали и на арене, и над ней. Трюки воздушных гимнастов поражали воображение. А еще на арену выходили пони, собаки, страусы, обезьяны и даже таежные моралы. Буря овации вызвала появление экзотов – дрессированных питонов и гигантских крокодилов. Ну а гвоздем программы стало байк-шоу. Руководитель номера Михаил Губанов 35 лет отдал дрессуре, а в 91-м оседлал и железного коня. Одним из первых в цирковых кругах. Уже появляется этот жанр. Но большинство, как обычно, вы помните, был шар, и в шарах работали этот жанр. Он появляется. Но такого плана, как мы работаем, может быть, кто-то уже и появился. Но пока мы были первые. Зрители после окончания цирковой программы не жалели эмоций. Замечательно. Очень все понравилось. Особенно с животными экзотическими. Сами артисты очень здорово выступали. Очень здорово. Восторг. Один восторг. Завершилась премьера дискотекой. Гастроли Санкт-Петербургского цирка «Ченезели» продлятся в Сочи до 7 декабря. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин. Телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова